Да, но и такие же решения выделяются в социальную сферу. Поэтому наш знаменимый, уже многолетний участник НАП-совета, который очень активно включается в рассмотрение всегда всех наших конкурсантов, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Пугачев Павел Сергеевич. Баздо вам, Павел Сергеевич. Только в государственной системе здравоохранения у нас более 20 тысяч медицинских организаций, около миллиона медицинских работников, которые трудятся на благо своих пациентов. И второе, это проект, который может изменить жизнь каждого, потому что у нас 140 миллионов граждан застрахован, да, и это касается любого. И ощущается, что результаты твоего труда, твоей деятельности, они могут действительно облегчить жизнь пациента, но это очень ценно. С точки зрения цифровизации, это, безусловно, сложно, потому что в отличие от вертикальных структур, таких как налоговый, рост реестр, у них есть территориальные органы, у них все одинаково, а у нас все по-разному, потому что это полномочия субъектов, и каждый субъект немножко все-таки подволивает свою сторону, и объединить их, спортировать такой партнер-проект, который можно реализовать в едином барреле для того, чтобы сойтись к той точке результата, которая от нас все ждет. Понятно, что правительство поджимает нас и с точки зрения сервиса, и результатов, и сейчас с общей идеологией с господством и с доменом мы объединяем все наши ресурсы для того, чтобы уйти от колодец того принципа, потому что много лет, например, фонд обязательного медицинского страхования жил сам по себе, а система заработана сама по себе, и вот эта цифровизация, она развивалась параллельно, да, и в этом смысле нам нужно объединять достаточно много несовместимых вещей. А вот действительно очень тонко подвечено, что проблемы они только отчасти технические, потому что мы по поручению председателя с сентября прошлого года у нас есть инцидент номер 38, который на базе Координационного центра правительства ведется, министр каждую неделю со всеми регионами проводит совещание, оказалось бы простой сервис, записанный к врачу. Все на это сталкивались, все его ругали, как он плохо работает, как он врачу невозможно записаться и так далее. Так вот мы его разбираем буквально на атомы, для того, чтобы понять, собственно, в чем там причина, где действительно это техническая проблема, связанная с тем, что не работает какая-то система, некорректные данные, не сопоставимые. А где это организационная причина? Потому что первая реакция у всех медицинских организаций, это банально у нас не хватает врачей, у нас дефицит кадров, и поэтому отстаньте от нас, мы и работаем, как умеем. На самом деле, когда ты начинаешь в это погружаться, когда ты внедряешь измененные процессы, ты понимаешь, что на самом деле резервы есть и в отрасли, и в системе, и только самая последняя причина – это дефицит кадров. А самое банальное – это то, что не на всех врачей ведется расписание. То есть когда ты вот это вот на элементы раскладываешь, в комплексе начинаешь это решать, то это на самом деле действительно удовольствие, когда ты видишь результаты, когда, например, у нас на первом месте неожиданно оказался республика Дагестан. Все сразу подумали, что они, конечно же, накручивают, а там ребята действительно со своим кавказским темпераментом сказали, а мы хотим быть лучшими. Они вообще выбрали разные типы видов записи, сказали, у нас конкурентная запись, к любому врачу может записаться любой человек, жительный регистратор. Поэтому, внедряя такие вещи, ты действительно чувствуешь на себе результат, но даже такой простой сервис – это огромный массив работы, который изменяет сами принципы работы в отрасли. Поэтому на самом деле успехов вам. Мы нуждаемся в компетентных руководителях проектов, и у нас есть много интересных и сложных проектов для вас. Спасибо. Я думаю, что вообще интересные слова, и на пути, и на снижателе докладе сегодня, на пленарном заседании, и на лишний раз подтверждает, что проект управления – это даже все. А профессионалы проекта управления – это реально те люди, которые решают очень крутые, сложные, иногда фактически нереализуемые, но задачи, масштаба государства, масштаба международного, и страна с помощью таких профессионалов очень активно развиваются, несмотря ни на что, несмотря на все вызовы, и политические, и экономические, и климатические, мы сделаем двигаться в федерации. Вам всем огромное спасибо за участие и в форуме, и в конкурсе, и всех наших финалистов прошлых лет я приветствую, спасибо большое, что вы приехали, и поддерживайте, и дальше развивается проектная культура и в организациях, и поддерживайте профсообщество, лидеров серии проектного управления. Наши мероприятия сейчас продолжаются, и теперь они предплетают еще более сложный характер, потому что нам, советно же уважаемые, руководители органов управления конкурсом сейчас уединяются на заседании, ночевое, для принятия решений, кто же является победителем нашего конкурса 2023 года, а результаты все мы объявим на вечернем нашем мероприятии. А для всех остальных наших участников и гостей мы организуем действительно очень интересные и содержательные треки, в которых вы можете менять участие, даже выступить, послушать замечательные доклады. Я очень коротко скажу о том, что сейчас у нас ровно в 12 часов как видите, мы в тайминге, начинается перерыв, мы всех приглашаем на кофе, в 12.30 у нас в двух аудиториях, в этой аудитории будет трек управления проектной деятельностью в условиях стабильной турбулентности, интересно это название, я думаю, что точно будет интересно разобрать стабильную турбулентность. И на 9 этаже трек влияет на цифровую технологию на систему управления проектной деятельностью, ну и в Заке предъявления заседания наблюдательного совета. Далее, мы всех приглашаем в 2 часа после этого трека на обед на 9 этаже, все исключения, все наши гости, все наши участники, и дальше продолжится наше мероприятие по расписанию, где внимание, все наши конкурсанты, для вас, профсообщества, проектных руководителей, финалистов прошлых лет, будут, наверное, рады представить те маленькие фишки, и нюансы, которые держат наши и развивают наше профсообщество. Вы будете приняты в виде профсообщества, и я уверена, что ребята все организуют на лучшем уровне. Они очень много готовились и ждут уже вас на терпение. Итак, наше мероприятие продолжается, все четко по графику, все программы у вас на руках. Я желаю успеху, форму, желаю удачно провести все наши треки-мороприятия, и самое главное, кучи удовлетворения и результаты от вашей коммуникации. Коллеги, удачи!